Да смотри это видео до конца, и ты узнаешь, из чего состоит пища и почему не нужно бояться жиров и углеводов. Привет, друзья! В сегодняшнем видео будет действительно много информации, поэтому для вашего удобства я разбил ее на определенные блоки. Сначала я расскажу о функциях пищи в целом, для чего нужна еда, а затем расскажу о функциях конкретных макронутриентов, для чего нужны белки, для чего нужны жиры, для чего нужны углеводы и заодно для чего нужны там витамины, минералы и все остальное. Итак, начнем с трех функций пищи. Во-первых, это пластическая функция, то есть организм использует еду, ее компоненты для строительства новых тканей, новых клеток, обновлений уже существующих. Во-вторых, это биорегуляторная функция, то есть еда, ее компоненты используются для создания ферментов, для создания гормонов, для управления деятельностью организма. И в-третьих, это, конечно же, энергетическая, поскольку первые две функции, они требуют большого количества энергии, то она тоже получается из еды, в первую очередь, естественно, из углеводов. И я думаю, что стоит отдельно поговорить о каждом из крупных составляющих пищи, о белках, жирах и углеводах. Кстати, первым, кто решил расщепить еду на составляющие, был американский профессор Вильбур Олин Эт Уотер, который сделал это в конце 19 века. И он же был первым, кто решил посчитать энергетическую ценность разных продуктов, сжигая их в калориметрической бомбе. Начнем мы с белков. Почему? Потому что белки на английском называются протеин, что в переводе с греческого означает первый. И это неудивительно, ведь практически 85% всех тканей живого организма состоят именно из белка. В свою очередь, белки состоят из аминокислот, которых насчитывается 20 разных видов, и 8 из них являются незаменимыми. То есть, организм их никак не может получить, кроме как из пищи. Какие функции играют белки в нашем организме? Поскольку вопрос непростой, я воспользуюсь подсказкой, надеюсь, мне простительно. Все-таки инфопосты тоже я писал. Итак, во-первых, белки выступают в роли строительного материала для живых тканей, о чем я уже сказал. Это вот те самые строительные кирпичики, из которых организм может все строить. Причем это разные кирпичики, и организм, они все нужны для разных построек. Это как в компьютерных играх. Знаете, в стратегиях, когда вы строите разные здания, у них вот есть требования, что им нужно для построек. Вот точно по тому же принципу работает и наш организм. Обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы. Опять же, если вы недополучаете достаточное количество белков, ваша иммунная система, то есть ваша способность противостоять агрессивной внешней среде, заметно снижается. И вы это на себе сразу же почувствуете. Следующее. Поддерживает работу аппарата наследственности. Ну, тут даже нечего комментировать, да, ДНК это белковая структура, и, соответственно, если вы хотите передавать свои гены дальше, то у вас должно быть достаточный запас белка, чтобы никаких нарушений не происходило. И являются катализаторами всех биохимических, метаболических реакций организма. Без достаточного количества белков ваш организм, в принципе, не сможет функционировать своим обычным, естественным образом, вам будет достаточно плохо. Поэтому диеты, если нет каких-либо действительно серьезных медицинских показаний, диеты с пониженным содержанием белка, это отвратительная вещь. И вот те, кто их пропагандирует, они очень плохие люди, очень плохие. Если говорить о биологической ценности белков, то она определяется по двум основным параметрам. Во-первых, это аминокислотный состав, то есть чем больше разнообразных аминокислот, в том числе незаменимых, входит в состав белка, тем лучше. И, во-вторых, это усвояемость. В частности, белки животного происхождения, это яйца, мясо, рыба, молоко, они имеют более высокую, лучшую усвояемость по сравнению с белками растительного происхождения. Но в то же время, если вы хотите обеспечить свой организм всеми необходимыми питательными веществами, то нужно использовать белки из разных источников, которые дополняют друг друга. В принципе, организм может из одних белков синтезировать другие, если в их составе нет незаменимых аминокислот. Кроме того, в редких случаях белки могут использоваться как энергетический ресурс. Например, если вы вдруг оказались на низкоуглеводной диете, и организму просто неоткуда взять энергию, он начнет разрушать уже существующие ткани для того, чтобы получить белок и азот на строительство новых тканей. Фактически, это можно сравнить с игрой в Дженгу, если знаете такую игру, когда вы устраиваете башенку из таких палочек. В какой-то момент у вас заканчиваются палочки из коробки, и вам нужно вытаскивать палочки снизу для того, чтобы построить следующий уровень. И, конечно, вы начинаете продолжать строить, да, выше и выше и выше, но при этом вы основание ухудшаете, да, то есть вы снижаете устойчивость всей конструкции. И если мы говорим об организме, то сразу же начинает страдать иммунная система, возникает гормональный дисбаланс, снижается масса тела, и возникает огромное количество различных других негативных последствий. Но все это происходит достаточно постепенно, да, не так, что вы вытащили один кирпичик снизу, поставили его наверх, и все сразу рухнуло. Нет, если вы хорошо играете, вы можете очень долго это делать, но в конечном итоге все все равно закончится не очень хорошо. Ну и другая крайность связана с чрезмерным потреблением белков, потому что если вы едите их слишком много, слишком много белковых продуктов, то создаете чрезмерную нагрузку на печень и почки, это те органы, которые занимаются метаболизмом белков и выводом продуктов их распада. Но в целом, если вы не слушаете никаких дурацких рекомендаций из интернета по поводу того, сколько белков нужно есть на килограмм мышц, то вряд ли вам это грозит. Окей, о белках поговорили, переходим к следующему пункту, и это жиры. Как бы многим не хотелось держаться от них подальше, на самом деле жиры играют очень важную роль для нашего организма. Именно от них зависит здоровье кожи, волос, состояние иммунной системы и много других вещей. Поэтому обязательно в составе вашего рациона должно быть достаточное количество жиров, причем разных, но об этом я поговорю чуть дальше, для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо и были максимально продуктивны. Поговорим о функциях жиров, и для этого я снова воспользуюсь своим телефончиком. Это же доступ ко всем знаниям человечества, которые у вас есть в кармане. Итак, шесть важных функций жиров. Во-первых, они входят в состав абсолютно всех клеточных оболочек. Если вы не прогуливали биологию в школе, то вы знаете, что каждая клетка окружена структурой, которая отделяет внутренности клетки от внешней среды, и таким образом защищает ее, позволяет функционировать. Эта штука, мембрана, она состоит из жиров, поэтому жиры это просто вот обязательно штука. Странно, что у жиров нет названия протеин, да, почему их не назвали протеин, потому что вещь крайне важная. Второй момент. Способствует всасыванию жирорастворимых витаминов и входит в состав желчи, без которой невозможно пищеварение. О том, что витамины бывают жирорастворимые и водорастворимые, то есть растворяются в воде, либо в жировых жирных кислотах, я поговорю еще чуть позже, пока запомнили. Третий момент. Являются отличным источником энергии для организма. В пересчете на 1 грамм расщепляемого вещества они дают в 2 раза больше энергии, чем белки или углеводы. И действительно так, да, в калориметрических бомбах, когда взрывали продукты, богатые белком, богатые жирами, углеводами, углеводы жиры дают в 2 раза больше калорий. Четвертый момент. Участвует в процессе терморегуляции организма и ряд защитных реакций. Ну, здесь все очень просто. Если вы так же, как и я, живете в стране, где достаточно продолжительное время холода, то без жиров, без подкожного жира вам будет не очень круто. И еще есть ряд защитных реакций, которые они используются. Но это уже продвинутые такие вещи, о которых можно говорить в продвинутом блоке программы СОДКО, либо самостоятельно изучать. Суть в том, что жиры важны для нашего здоровья и для защиты от внешней среды. И это важно. Итак, улучшает вкус пищи. Во многом именно благодаря жирам мы ощущаем вкус еды. И важный момент. Белки имеют нейтральный вкус или даже неприятный вкус. Углеводы имеют почти всегда один и тот же вкус, это сладкий вкус. То есть вкус нашей пищи, ее разнообразие вкусов в первую очередь зависит от того, какие жиры в ней находятся и от наших рецепторов, которые их воспринимают. Также из жиров состоят гормоны, в том числе из холестерина и среди прочих гормонов, которые отвечают за похудение. Те ребята, которые советуют различные диеты, исключающие полностью жиры, они очень плохие. То есть это, конечно, простая такая вещь, которая находит отклик у большинства людей, которые почему-то не ходили на биологию, прогуливали эти вещи. Они думают, о, если исключить жиры, я не буду жирным. Ни-чего подобного. Вообще нет. Наоборот. Наоборот, ты создаешь условия, при которых организм чувствует огромный стресс, потому что по каким-то причинам он лишился достаточно важного источника компонентов для себя, энергетических, строительных. И он начинает это компенсировать. К чему это приведет? Лучше не стоит. Лучше не стоит экспериментировать на своем здоровье. Когда мы говорим о жирах, также важно упомянуть, что существует популярное разделение на хорошие жиры и плохие, в зависимости от того, из каких кислот жирных они состоят. Есть насыщенные жирные кислоты, есть ненасыщенные. Это все связано с либо протеинами высокой, низкой плотности, что в свою очередь связано с холестерином, который может отлагаться в сосудах. Но суть в том, что в последнее время все эти теории, они, как бы это сказать, подвергаются сомнению. То есть, если раньше считалось однозначно, что вот есть ненасыщенные жирные кислоты, и они полезные, потому что они не вызывают отложения холестерина в осадок, то сейчас врачи приходят к выводу, что и насыщенные жирные кислоты, они тоже полезны для организма, они тоже организму нужны. Поэтому я не буду раскрывать этот момент в данном видео. Он есть в посте в сотке, и там он обновляется. А здесь я просто скажу, что единственные жиры, которые вам точно не нужно потреблять, от которых нужно держаться как можно подальше, это трансжиры. Трансжиры это вообще такая штука, которая не существует в природе, да? Трансжиры были созданы человеком с одной единственной целью. Для того, чтобы увеличить срок годности продуктов, которые лежат на полках магазинов, для того, чтобы увеличить прибыльность этих продуктов. То есть, чем дольше продукт лежит, тем больше его можно дольше продавать, тем больше денег можно заработать. То есть, тебе не надо его списывать по сравнению с натуральными продуктами, которые очень быстро теряют свои свойства и переходят на сторону зла. В частности, вот маргарин. Держитесь подальше от маргарина. Но не только его. Если вы откроете упаковочку печенья в любом магазине, особенно часто в магазинах низшей ценовой категории, но можно и во всяких там азбуках вкуса, глобус гурме тоже найти. Вот вы смотрите на состав всяких печенек, сладостей и всего прочего, я просто там видел, и вы увидите, что там очень много вредных вещей. Поэтому в следующий раз читайте состав. Ну и закончить рассказ про жиры хочется на положительной ноте. Поскольку это является высококалорийным продуктом, высококалорийным компонентом, то не следует им злоупотреблять, не следует чрезмерно употреблять жирные продукты. А что такое чрезмерно? Как говорит там Всемирная организация здравоохранения, чрезмерно означает тот момент, когда количество калорий, поступающих в ваш организм, из жиров превышает 30% от общего числа калорий, которые вы потребляете. Но опять же, здесь куча разных маленьких нюансов, связанных с вами напрямую, лично с вами, так и с особенностями вашей, допустим, нации, местом проживания, погоды, погодными условиями и так далее, и так далее. То все эти вещи, они связаны. Естественно, количество жиров, которые может потреблять, должен потреблять, которые составляют рацион среднего африканца и среднего якута, они разные. Потому что живут люди в разных условиях. На это тоже нужно обращать внимание и не принимать как данность вот эти вот 30%. Переходим к углеводам, и у меня снова возникает вопрос, почему не углеводы назвали протеинами. Потому что углеводы это номер один источник проблем с излишним весом. Именно из-за чрезмерного потребления углеводов и возникают все эти вот отложения на пузиках, от которых многие хотят избавиться. А вовсе не от жиров на самом деле. И снова начнем с функций. Итак, три функции главных углеводов. Во-первых, выступают в качестве энергии для организма, источника энергии. Да, углеводы это самый главный источник. При поступлении в организм таких простых углеводов, как, например, глюкоза, да, сахароза, они практически мгновенно могут расщепиться и использоваться для обеспечения жизнедеятельности. Но, с другой стороны, у них есть свои недостатки. Да, вот они мгновенно использовались. То есть какой-то пик вызвали энергии, и затем быстрый спад. Об этом поговорю чуть позже. Участвуют в процессе образования клеток и тканей. Естественно, строительные процессы невозможно представить без энергии, которая необходима для них. Поэтому здесь тоже нужны углеводы. Входит в состав протоплазмы субклеточных и клеточных структур и участвует в жизни и деятельности клеток. Ну, здесь уже все то же самое, что и в предыдущем пункте, только уже на клеточном уровне. Вопрос относится к категории продвинутых. Отсвечать в этом видео я не буду. Если интересно, то могу ссылочки дать на разные источники в комментариях, в описании. И дальше уже сами прочитайте. Итак, углеводы нужны всем, но если выделять какой-то главный орган, который больше всего нуждается в углеводах, это, естественно, наша центральная нервная система и наш мозг. Именно поэтому очень легко заметить человека, который сидит на низкоуглеводной диете, потому что он тупо тормоз. И если у вас есть какие-нибудь знакомые, которые сидят на таких странных диетах, то вы понимаете, о чем я говорю, и я вам искренне сочувствую. Чуть ранее я уже сказал о том, что глюкоза относится к таким быстрым углеводам. И действительно, углевод делится на два основных типа. Это быстрые, такие как глюкоза, которые практически мгновенно могут быть использованы. Но также наш организм имеет свойство их запасать. То есть он может запасать глюкозу в виде полисахарина, в мышцах и печени в виде гликогена, чтобы в дальнейшем использовать, например, во время тренировок. И также углеводы есть сложные, которые расщепляются достаточно долго, не вызывают какого-то моментального всплеска уровня инсулина в крови, да, уровня энергии. Но зато чувство сытости после их употребления, оно сохраняется дольше, потому что такое вот плавно идет насыщение организма энергией, оно выходит на какой-то уровень, затем долго-долго-долго идет, а потом спускается. Вот, то есть если основа рациона составляет углеводы такого вот длительного действия, то, естественно, у вас будет дольше чувство сытости и меньше будет желания, скажем, между завтраком и обедом что-то схомячить. Ну и завершая сегодняшнее видео, нужно, естественно, рассказать о витаминах и минеральных веществах, которые тоже содержатся в пище, которые необходимы для различных химических процессов в нашем организме, но избыток и недостаток которых одновременно пагубно будет сказываться на нашем самочувствии и на том, как происходят все процессы жизнедеятельности. Здесь очень вот тонкая грань, которая еще пока что недостаточно хорошо изучена, поэтому не нужно пытаться самостоятельно впихивать в себя какие-то витамины. Здесь лучше обращаться к врачам, проводить различные исследования, смотреть на текущий уровень витаминов в вашем организме, в крови, и уже в зависимости от этого что-то делать. Витамины бывают двух видов, как я уже рассказывал ранее, это водорастворимые и жирорастворимые, и от этого главного образа зависит то, в каком виде их принимать. Например, морковь богата витамином А, но витамин А относится к жирорастворимым витаминам, поэтому если вы просто едите морковь, вы получите гораздо меньше этого витамина А, чем если вы будете есть морковь со сметаной, то есть с жиром, в котором, собственно, этот витамин сможет раствориться и лучше усвоиться в организме. Ну и завершая сегодняшнее видео, хочется провести простую аналогию, которая позволит вам легко запомнить, какие роли играют разные макронутриенты в нашем организме. И для этого можно сравнить их со строительными материалами. Например, белки – это своего рода кирпичики, которые можно использовать для того, чтобы построить что-то. Кирпичи бывают разной формы, разного размера, разной плотности, но идея у них одна – это основа, из которой вы строите какое-то здание. В то же время, например, жиры можно сравнить с деревом. С одной стороны, можно дерево использовать как строительный материал, там деревянные срубы, из них можно сделать стены, да, с другой их можно сжигать и получать таким образом энергию. Важный момент в том, что можно их использовать сразу, сейчас прям, либо запасать. Углеводы – это электричество, и это главный энергетический ресурс, который необходим вам для строительства, для обеспечения жизнедеятельности организма, и его главная особенность заключается в том, что он тратится прямо здесь и сейчас. Конечно, небольшое количество энергии можно запасать в батареях, о которых я уже рассказывал, они есть и в организме, своего рода аналоги батарей, да, вот, гликоген в печени, но это сравнительно небольшое количество, то есть поступление углеводов, энергии в организм нужно было обеспечивать постоянно. Витамины и минералы – это драгоценные камни, которые необходимы в разных, допустим, отраслях промышленности для обработки, для каких-то функций. Их не нужно большое количество, но они необходимы для совершения каких-то определенных узкоспециализированных действий. Абсолютно то же самое происходит в нашем организме. И вообще, если задуматься между аналогиями, тем, как устроен наш организм, тем, как устроен мир в целом, технические системы, живые системы, когда начинаешь обо всем этом думать, становится очень и очень интересно, но это все вопросы уже продвинутых уровней и требуют значительно большего времени и совсем другой формат, нежели тот, в котором я сейчас снимаю наши видео. Вряд ли многие из вас работали на стройке, но думаю, что все согласятся с тем, что для того, чтобы успешно построить дом, успешно выполнить проект в срок, вам нужно, чтобы все строительные материалы, все необходимые материалы поступали в тот момент, в который они нужны, чтобы были запасы, которые можно было бы использовать, если что-то происходит, и не было недостатка. Вот, собственно, и все, что хотелось сегодня рассказать. Надеюсь, что после этого ролика у вас исчезнут какие-либо страхи перед углеводами, перед жирами, и вы поймете, что самое главное – это соблюдать баланс между ними и соблюдать баланс калорий. Это единственные две вещи, которые вам необходимы, во-первых, для того, чтобы достичь своей цели в плане внешнего вида, если вы хотите похудеть или набрать мышечную массу, и, во-вторых, для того, чтобы быть здоровыми и чувствовать себя отлично. А это все на сегодня, с вами был Антон, увидимся в следующих роликах. Спасибо за лайки, комментарии и поддержку канала, постараюсь вас чаще радовать новыми выпусками. Пока!